всем привет у меня такое необычное подключение с кровати разбираю пряжу и чтобы заказать думаю чего же мне не хватает каких цветов я вот кстати я же хотела заказывать пряжу еще недели две назад хотела заказывать из молочного alize cotton gold 62 цвет но его не было в наличии поэтому я решила повременить заказала упаковку через озон и вот сейчас все-таки некоторые цвета у меня прям уже подходят к концу и решила я что уже пора вот сделала такую раскладку чтобы посмотреть много у меня осталось с года тигра цветов моточков и пока что никуда я их не придумаю куда пристроить бы а а так конечно сильно много я пряжи не храню не заказываю меня нет больших запасов как там у некоторых девочек упаковками лежат еще не по одной упаковке у меня обычно по несколько моточков но вот ходовые цвета например как бежевые коричневые розовый 74 вот этот джинс молочный alize cotton gold у меня конечно я их заказываю побольше вот если вижу по выгодной цене на валберисе на озоне то и еще побольше упаковкой заказываю помощник пришел контролер до шипик в принципе вижу что мне нужно заказать желтый красный закончился что еще вот этот наверное закажу это старое золото 84 вот видите да как отличается два матка это старая партия это новая партия после того как они изменили цветовую гамму и вот я не знаю с коричневым что делать у меня дети после просмотра фильма про чебурашку заказали чебурашку но вот у меня есть коричневые цвета но мне кажется что ни один из них на чебурашку не подходит вот может быть вот этот но он на камере более светлый вживую он более темный я даже не помню если честно какой это цвет надо посмотреть и вот я не знаю если кто-то вяжет из полухлопка чебурашек подскажите мне пожалуйста с какого цвета вы вяжете юрнар джинс или закатон голд на может быть вот из газал джинс кстати я заказывала попробовать моточек так я его и не попробовала ну вот как то так вижу что голубой мне нужно дозаказать розовый у меня кроме 74 почти больше никакие цвета не уходят вот 74 это самый популярный белый надо дозаказать зеленый желтый красный я вот здесь кстати достала приготовила моточки гернард минк это вот как фантазийная такая пряжа хочу связать альпак но правда не очень понимаю когда мне это делать потому что много других других проектов в работе сейчас перейду на стол и все вам расскажу покажу ну вот как то так ладно до встречи за столом ну что всем привет еще раз это подключение уже на столе я сейчас перед этим вам ставила кусочек с разбором моей пряжи собиралась заказывать пряжу и сейчас сразу поотмечала какие цвета мне нужны но к моему сожалению многих цветов нет в наличии заказываю я обычно в магазине рукоделия это не реклама не подумайте никто мне за это ничего не платит и не присылает но девочки кому я советую этот магазин все очень сильно удивляются там действительно цены ниже особенно ниже чем в оффлайн магазинах и к моему удивлению многих цветов нет в наличии например причем цвета вот такие я не скажу что самые ходовые популярные например нет зеленого который я на лягушке все время заказывала нет в наличии желтого яркого ну видимо не знаю может быть связи с вот этой ситуацией в турции то что там сейчас происходит потому что смотрю в ассортименте прям ниточки намного меньше стал выбор по цветам именно поэтому буду заказывать ждать как бы не хочу закажу примерно другие альтернативные цвета у других например в том же ярнар джинси закажу зеленый ну буду предлагать заказчикам если вдруг будет у меня заказ на какую-то лягушечку там или еще что-то буду предлагать немного в другом цвете делать пока ничего ну и буду естественно мониторить когда эти цвета появятся в наличии так теперь давайте расскажу что же я за эту неделю вязала творила делала напомню что я опять вступила в марафон на вижу к лету с насти кто из и за неделю не скажу что я много вязала много как бы какой-то у меня прям слишком хороший результат но сначала я думала поставить себе цель 14 игрушек ну то есть две игрушки в неделю но потом поняла что выходные у меня в основном получаются не вязальные плюс я сейчас очень много внимания стала уделять мастер-классом и решила что я пишу себе список 14 игрушек на неделю а потом уже его корректирую и 10 игрушек в неделю связать это прям точно точно нужно и и в эту неделю у меня как раз таки получилось ровно 10 игрушек есть и не совсем маленькие игрушки есть и совсем простенькие например как вот эта шуршалка ну как простенько не такая уж и на и простенько потому что время то все равно на нее уходит и связать и пришить потом все детальки поэтому все равно на времени часа полтора уходит на нее но нет ну не полтора наверно может быть час 15 где-то так не важно и 10 игрушек у меня готова две игрушки у меня были это был заказ я уже отправила его там был и ушки шуршалки молочного цвета вот такого и с розовым бантиком то есть наоборот и была погремушка зайка тоже с молочного цвета с розовым воротничком и в тот же заказ ушел еще грызуночек с органайзером так что один заказ у меня не получится вам показать две игрушки с заказом но сейчас покажу все остальное и давайте начнем с гусенка помните я вам говорила что когда я вязала одеяльце на кукольную люлечку и софте мне очень понравилось вообще ощущение этого материала это и пряжа вернее очень мягко очень приятно и и так как все сейчас вяжут гусей все везде их продают мне кстати тоже появился гусь но гусь большой магазинный муж подарил на 14 февраля как-то мы шли с ним по торговому центру я говорю я ему рассказала про эти гуси и как раз там вот лежали разных размеров смотри какие классные сейчас говорю все вообще на них повернуты и скажем так и вяжут и шьют и продают и он мне вот на 14 февраля притащил огромного правда розового гуся а я связала вот такой это будет комфортер комфортер сейчас начнут опять мне писать что я неправильно говорю у него голова такая прям тверденькая в тело я совсем чуть-чуть наполнителя вставила но если например вязать как игрушку потому что вот цену меня до сказал мама свяжи мне черного гуся но тело набей полностью ну пока я еще не дошла до черного гуся потому что это черный я очень не люблю скажусь честно вязать черную пряжу для меня это просто вот тем более как бы вечером не повяжешь это надо только днем при хорошем свете вот я пока еще откладываю но и есть конечно другие проекты поэтому здесь можно точно также набить полностью и будет не комфортер плоский для малышей именно полноценная игрушка а крылышки они вот такие вот связаны совсем другим способом они очень пластичные мягенькие и обнимательные лапки я сделала пришивные можно конечно начинать вязать с хвостика и тогда лапки можно вязать но я вязала с головы и мне так проще спросите почему я не вязала и софте я же хотела и софте такого гуся я начала вязать и софте ну я связала клюв и начала вязать и софте голову но так как я же вязала сама то есть я по нему мастер-класс планирую и софте просто невозможно посчитать петельки нет о них конечно возможно посчитать но это настолько сложно настолько ты путаешься поэтому я решила первую игрушку которую я именно вот из головы придумывала вязала распускала перевязывала сделать из полу хлопка чтоб не было видно все петелечки где что я делала прибавки убавки я записала мастер-класс скажу честно перевязывала много раз то мне голова не нравится то у меня вот эти крылья не нравились как я их сделала потому что я не хотела просто как обрубки вот именно хотела закругленные в общем перевязывала много раз вот такой результат у меня получился вместо ленточки я ему хочу сшить из ткани платочек и вот уже начала ей софте 2 гуся уже просто вяжу по мастер-классу что-то мне кажется что он будет больше по размеру но в принципе это неплохо как раз посмотрим какой у него получится размер из софте это обычный софте не толстенькие а самообычные но вот я вижу крючком 175 в принципе наверное можно было и побольше крючком вязать потому что очень плотно получается так по гусям будет мастер-класс наверное на следующей неделе может быть в конце этой не знаю еще точно но тут же еще эти четыре дня праздников сейчас будет все дома поэтому посмотрим так это была первая работа вернее это уже третье если считать те две которые я отправила заказ дальше связались и вот такие ушки это наборчик и вот такой осьминожка многие спрашивают как купить мастер-класс на осьминожку мастер-класс на осьминожку бесплатно есть на канале давайте ссылочку оставлю потому что не знаю может быть не находят или что но мастер-класс он есть и он но не скажу что сильно там давно был он был наверно летом где-то я оставлю ссылку заходите бежите единственная я сейчас стала вязать по длине и щупальца вот эти мастер-классе я их вязала короче а сейчас мне как-то больше стало так нравится в общем немного уже видоизменила игрушку это вот такой наборчик еще хотела сюда связать зайку погремушку с шуршащими ушками но пока до нее руки не дошли наверно отфотографирую у меня есть там еще в наличии грызунок с деревянной фигуркой отфотографирую и будет такой набор пока что дальше связала на наличие вот этого осьминожку синий сейчас это один из самых часто заказываемых цветов как-то приоритеты поменялись то бежевые забирали для мальчиков с руками и ногами и заказов у меня много было на бежевый сейчас вот у меня бежевого в наличии лежит а все заказывают голубой синим поэтому решила я связать пускай будет на наличие дальше на заказ у меня не помещается все на заказ у меня связалась лягушка заказали мне мою тянучку но не в желтом цвете а в таком голубом тоже получилось очень неплохое сочетание хотя не такое ярко как с тем ярко-желтым было которое у меня первая была которую я отправила уже девушки единственное здесь нет всяких там наполнений до шуршалок гремелок как в глазках у меня были пищалок это для более уже старшего мальчика по моему четыре или пять лет ему поэтому заказали вот такую без всякого наполнения просто чтобы двигались ножки глазки все-таки кстати вот лягушка намного популярнее чем зайчики лягушек лягушка всем нравится так сюда положим и две погремушки мишки одна на заказ вторую связала в наличии потому что я собиралась на этой неделе связать наборчик с мишками погремушка и мишка игрушечка но тут пришел заказ и решила я сделать уже сразу две поэтому связала одно на заказ одну на наличие и к этому же заказу зайку заказали вот такой малышек получился здесь еще будет грызунок с деревянной фигуркой облачко сейчас как раз буду этим заниматься так вроде бы ничего не забыла раз два три 4 5 6 7 8 и 2 отправила все правильно 10 игрушек вот такой у меня улов за неделю марафона немного но в принципе есть и большие игрушки такие как лягушка гусь тоже много времени занял потому что мастер-класс придумывала распускала очень много но вот как-то так дальше чем я планирую заниматься на этой неделе на этой неделе у меня в планах связать гуся из софте вот то что я вам показывала я хочу его связать из софте посмотреть тоже какое будет по размеру как это будет вообще все выглядеть но мне кажется что будет очень классный и хочу вязать гуся сразу делать мастер-класс тоже будет из полухлопка чтоб лучше было видно петельки для мастер-класса единственное не знаю еще какого цвета потому что белый для мастер-класса белый молочный плохо подходит серый вот я связала ну не знаю может быть цветной какой-то сделаю голубой розовый в принципе какая разница для малышей все цвета берут розовый голубой это вот все-таки самый популярный для мальчиков бежевый гусь наверно не очень как-то будет на гуся похож ну сейчас подумаю это у меня две работы будет гусь гусь и дальше у меня заказ есть еще на одну тянучку только с желтой теперь как у меня была ярко-желтая каем очка и лапки буду вязать заказ это мне нужно к следующему понедельнику ну как раз вот на неделе заниматься и что-то есть а я еще хотела связать же чебурашек дети просят у меня чебурашек сходили мы на этот фильм и теперь нам только срочно нужны чебурашки но для чебурашек я под вопросом пряжа поэтому скорее всего на этой неделе я их не успею связать потому что у меня них вот нету пряжи как мне кажется подходящий подключение с пряжей показывала а вот здесь прям темный цвет час ну вот у меня два таких коричневых но мне кажется что ни один не подходит на чебурашку на белорусскую овчарка ладно сейчас еще подумаю в принципе можно одного попробовать связать а там как получится если понравится как результат по цвету то и связать вторую и на эту неделю сильно много я не буду планировать так как повторюсь же опять выходные ну вот хочу позаниматься мастер-классами на гусей и хочу начать жирафа тянучку жирафа тоже у меня уже спрашивают когда же выйдет мастер-класс на жирафа вы обещали знаю девочки обещала но не успеваю и заказы и это и это и и мало времени как-то не хочется хотя бы еще дополнительных пару часов в сутки чтобы вот именно на вязание потому что хочется и повязать вот просто сесть и ни о чем не думать взять там знаю ту же погремушку и вязать и как-то я все-таки вязать люблю больше чем снимать видео придумывать мастер-классы ну думаю что те кто вяжет вы меня понимаете что это такое заразительное занятие если начнешь то уже оторваться проблематично кстати по поводу мастер-классов я и в прошлом видео не стала вам негативного ничего рассказывать пока говорить но вот сейчас потому что еще было несколько подобных случаев сейчас конца видео хочу немножечко обратить на это внимание знаю что такие видео с влогами до влоги готовой работы в основном смотрят только постоянные зрители те которые заходят ради увидели мастер-класс картинку они такие видео не смотрят но вдруг меня поступает после того как я выпустила мастер-класс на лягушку тянучку и видео с обзором где я рассказываю про этот мастер-класс про эту лягушку она набрала много просмотров там сейчас по моему 18000 может быть уже даже больше я смотрела несколько дней назад 18000 просмотров тогда там у меня на обложке лягушка тянучка а в самом видео я показываю также готовые работы ну и анонсирую что вышел мастер-класс на тянучку было очень несколько было не скажу что много но были такие не очень приятные комментарии одна девушка спросила а что у вас только платные мастер-классы ну это видно что это не постоянный мой зритель я ответила что посмотрите мой канал у меня очень много бесплатных мастер-классов ну как бы и все вторая девушка написала целую там простынь что у вас нет бесплатных мастер-классов но как-то так хотя наверное это правильно нужно ценить свой труд но спасибо тем мастерицам которые снимают бесплатные мастер-классы типа есть еще добрые люди на этом свете вот этот комментарий меня очень сильно не скажу что расстроил но неприятно было прям очень неприятно то есть человек даже не посмотрев мой канал сколько у меня за это время а снимаю я уже несколько лет сколько у меня за это время было бесплатных мастер-классов просто великое множество на не знаю все что угодно начинает погремушек шуршалок и заканчивая шапками платьями мне пишет что спасибо тем мастерицам которые снимают бесплатные мастер-классы а вы вот такая секая в этом контексте ну я и уже погрубее ответила чем первому что посмотрите канал у меня очень много мастер-классов как бы даю я снимаю сейчас платные мастер-классы потому что это моя основная работа вы же на работу за зарплату ходите они просто на общественных началах ну как бы ладно потом еще знаете такое вот пишут так про эти платные мастер-классы как будто я там по тысячи рублей за этот мастер-класс беру да это не знаю это вообще чисто символическая цена в 200 рублей какие-то могут быть большие доходы да и и вам тоже 250 рублей но это не тысяча не 500 как некоторые мастерицы продают мастер-классы чтобы вот писать такие неприятные слова но не хотите вы покупать но вас же никто не заставляет придумайте вы сами никто же вам не мешает взять по подобию связать такую игрушку никто же не запрещает вам этого сделать и жить и ради бога для себя бесплатно никому ничего не платя такое ощущение что все я тут всех обокрала кстати если кто-то думает что я тут себе все в карман девочки налоги я плачу так что не переживайте я все делаю официально а то сейчас начнется еще что ладно не будем про это и когда я выпустила она нет не на прошлой неделе наверное на позапрошлой неделе мне нужно было к тянучке связать лягушку по гремушку и отфотографировать сразу набором так как я вам уже давно обещала эту по гремушку или связать лягушку я ее сделала мастер-классом то есть я сделала полностью отсняла на нее мастер-класс сделала причем еще и в текстовом описании загрузила текстовое описание на дзен потому что здесь не дает в описание под видео много символов поставить а там у меня получалось больше и чтобы вот это не было видно путаницы что я в комментариях там добавляла я решила полностью на дзен загрузить и оставить ссылочку пишет мне опять какая-то дама но это вообще уже был какой-то неадекват вы заманили что у вас мастер-класс вы сказали оставите ссылку на мастер-класс на тянучку а посылки мастер-класс тянучки платный то есть я такая сякая плохая сделала мастер-класс на погремушку а вот на тянучку я якобы я не знаю где на это услышала я такого не говорила что мастер-класс на лягушку тянучку в открытом доступе есть и якобы как она писала что я дала часть как вяжутся ноги а потом ничего дальше не дала типа покупайте мастер-класс но я такого вообще не нигде не не говорила не писала ничего в общем эта дама она прям очень несколько негативных таких сообщений что я ее обманула что я ее заманила типа как бы предоставила мастер-класс на погремушку а вот на тянучку не предоставила мастер-класс бесплатный я уже конечно там прям очень злиться начала как бы я предоставила мастер-класс то есть снять подробное видео порядно показать каждый ряд как вязать еще и составить описание это я как бы показала мастер-класс ну в общем людей много таких вот неадекватных бывают попадается которые если честно отбивают вот прям все желание и потом эта дама меня с кстати на дзене нашла и она еще там начала гадить я не знаю вообще вот такое ощущение что у людей настолько неинтересная жизнь своя собственная настолько им нечем заняться что они вот этот вот негатив тянут в массы зачем вам это нужно да будьте проще я надеюсь вы поняли услышали мою мысль я вам желаю тех кто любит понегативить на чужих каналах я вам желаю завести свой канал и снимать свои мастер-классы и мы будем с удовольствием смотреть ваш канал и комментировать ваше творчество я не такой человек что я кому-то что-то пишу плохое я уже не один раз говорила если мне что-то не нравится у блогера я просто перестаю его смотреть а если мне блогер нравится в каком-то видео он там связал например игрушку которая мне не зашла ну что я буду писать ему что ли как гадость какую-то нет конечно поэтому желаю всем быть добрее и перестать жить чужой жизнью все всем спасибо огромное всем пока пока